МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Сяки Батьяхьяева, автор и ведущая программы «Служа Родине». Рада видеть вас снова на канале РГВК «Дагестан». Вот уже много лет в уголовной исполнительной системе существует такая, на первый взгляд, обычная организация, но на самом деле тающая в себе большой смысл. Это я, ветеранская организация. Но что это за организация, спросите вы? На этот вопрос можно ответить коротко, но вполне понятно. Это будущая жизнь тех, кто уже отслужил в органах. Те, кто привык быть в строю, помогать в охране мира и спокойствия граждан. Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан возглавляет полковник в отставке Авсалдин Кахаев. Наша съемочная группа побывала в гостях у человека с богатой биографией, узнала много интересного и готова поделиться с вами. Человеческие судьбы не похожи друг на друга, но каждая из них является частью общей судьбы всего народа, всей страны. Есть люди, которым все безразлично, а есть, которые всегда стараются изменить мир в лучшую сторону и не жалеют для этого сил. Именно к такой категории людей можно отнести героя нашей программы Авсалдина Кахаева, который прослужил в правоохранительных органах 36 лет, пройдя непростой путь от рядового милиционера до полковника внутренней службы. Азербайджане попасть в те годы тоже, да, в самом деле, так просто милицию или там поступать в институт очень сложно было. Я закончил учебное заведение в школу, да, на азербайджанском языке. Русский язык у нас неделю два-три раза продавали. Учитель был, наш сельчанин, ну, он меня учил постоянно русскому языку. Я русский язык знал, там много, плохо знаете русский язык, знал. И из-за этого здесь мой двоюродный брат, тоже молодой был он, он учился тоже здесь. Раз он здесь, и я приехал сюда, да, Дагестан. Куда пойдешь? Россию мы не знаем особо. Я чехсовакий служил сам, срочной службой. И вот так выбрал Дагестан, да. Апсаладин Изадинович родом из простой советской семьи, по национальности аварец, родился в Азербайджане, карьеру построил в Дагестане. А начал, кахая в свою службу в органах внутренних дел, сразу после армии, рядовым милиционером в отдельной роте ППС города Махачкалы. Армия, советская армия, да, служба, я вернулся в Махачкалы. И у меня всегда была мечта, даже вот школьником я был, я любил справедливость, объективность, честность. И вот у меня душа была, я пойду все равно, вот эту систему, да, МВД. Для меня МВД это был идеальный вариант, понимаешь, порядок держит, все, людям помогает, вот такое. И когда приехал, я первый раз был в Махачкале. Прохожу, смотрю, МВД написано, вот площади, когда центр, ученик, когда переходишь, до вокзала, куда идешь, по центру. И смотрю, МВД. Там смотрю, милиционер стоит. Я говорю, я говорю, с армии вернулся, я говорю, я хочу в милицию поступить. Он меня завел, первый этаж МВД, там правой стороны кадровый аппарат сидел. Зашел в одну отдел кадров, он мне документы посмотрел, все же у меня с собой, и направил Советский райотдел, начальник отдел кадров, инспектор отдел кадров, да. Он взял документы и начали оформить. Короче говоря, вот так я попал в МВД. Сперва я работал, ну через месяц-два они проверили все мои, да, судимости, родственников и так далее. Спецпроводника, короче, провели. И в ППС я служил два года. В Советском райотделе, милиционером патрульно-постовой службы. Вскоре молодого сотрудника заметили и послали на учебу во Владимирскую среднюю школу милиции. И направили меня в Владимирскую среднюю специальную школу по подготовке. Наш состав назывался МВД ССР в те времена. Там готовили оперативников для следственного изолятора и кюром. И я поступил в это учебное заведение. Приехал сюда при распределении. У меня там мечта была уголовно-руска работать. А там, оказывается, когда я поступил, там, оказывается, готовят для следственного изолятора. Они говорят, все равно оперативник, будете, можете, уголовно-руска работать. И так. Когда приехал, распределение было МВД. Магомед Гитинович был, Абдура Заков. Он зампокадром был. И он мне говорит, ну, распределение идет. Насколько человек там было, много было ребят. И поедешь, говорит, в вторую колонию, говорит. После учебы, начав работу в уголовно-исполнительной системе, прошел все сложнейшие этапы тюремной службы. Тоже где-то два с половиной года работаю. Там же в среднем образовании начальник отряда. Там и лесгины были, и даргинцы были, и разные лакцы были. Опять он меня вызывает. Одно место дали, говорит, Ленинградск. Это был 78-й год. 76-й я пришел где-то. Ну, это два с половиной года, 27-й там работал. Хочешь на учебу ехать, говорит он. Боже, мне как будто везет, да, вот в этом деле. Я говорю, конечно, хочу. Вот так я поехал в Ленинградскую школу. А там ребята, мои друзья же, начальник, говорят, вот, говорю, вчера перешел. Я говорю, пять лет работаю, мне не направляются. Я им говорил, что-то, работать надо, я говорю, работать надо. Я четвертого поселка, в квартире жил я. Шесть часов подъем успевал посолок за город. Время службы пролетело для нашего героя незаметно в каждодневной работе. Особенно памятны 90-е годы, когда появилась организованная преступность. Но удалось справиться и с этой проблемой, выполнив свой долг. Так что совесть у отставного офицера спокойна. В 91-м году переворот, развал Советского Союза. Ты представляешь, это самые страшные годы были в общей системе. И государство тоже, да? Везде побеги, бунты, зеки. Вот ельцинские слова дебильные, которые он говорил, берите свободу сколько, сколько можете, да? И пошло. Зеки подумали, что, а, видишь, президент сказал, так были. Все бунтуют, бурлит, бурлит. У нас в средственном изоляторе, когда Ахмедов был начальником, два раза бунт был. На крышах лазали, все. А у меня тишина. Россия, я не говорю, во всех зонах, такие ситуации были. А я с зеками умею, да, работать. Я родителей приглашаю, встречи даю там, вырублять на своего сына. А им тоже стыдно, знаешь, сынок, начальник хороший, слушайте его. Вот так я держал их, плаву так-то. Абсаладин Кахаев – человек активный, честный, беспокойный и очень скромный. Он полон идей и задумок. Считает, что о ветеранах нужно заботиться не только 9 мая, в День Победы, и 1 октября, в День Пожилых Людей, а постоянно. А поэтому 8 лет назад он возглавил ветеранскую организацию тюренной системы. У меня всегда была активная жизненная позиция вообще. Не только на работе там. У меня очень много общения с друзьями, товарищами. И в Дагестане, Азербайджане, вообще уже Российская Федерация, я не говорю. Со мной до сих пор связываются Грузии, ребята наши, которые в Ленинграде вместе учились. Они генералами стали в многих регионах. Сейчас они много ушли отставку. Все время они мне сюда. Я-то особо не выхожу, это интернет, то сюда, детям говорю, покажи мне что-то. А так общение очень хорошее. В настоящее время ветеранской организацией, которой руководит Абсаладин Изадинович, насчитывает у себя около тысячи человек. На постоянной основе актив ветеранов интересуется всеми вопросами и проблемами, которые волнуют большинства сотрудников, вышедших на пенсию. В настоящее время решается вопрос о медицинском обеспечении, пенсионном довольстве, а также привлечении руководящего состава к проблемам ветеранов. Но одной из главных задач для Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы остается патриотическое воспитание молодого поколения. Сейчас у нас на учете чисто стоит 885 человек, из них 440 ветеранов считается, кто 25 и более служил. А со мной же молодежь сейчас уходит на пенсию. Вот эта категория людей, из них, скажу, у нас же ветераны продолжают работать в подразделениях, в больных должностях, они работают, вот это. Есть среди которых не работают, в вузах работают, не знаю. Афсаладина Кахаева знает не только в уголовно-исполнительной системе. Он пользуется заслуженным уважением, имеет большой авторитет среди жителей всей республики. Он принял участие в жизни не только сотрудников системы, но и граждан, которые оказались по ту сторону закона. Все эти годы рядом с полковником Кахаевым был надежный тыл в лице супруги Патимат. Человек добрый, отзывчивый, обязательный, болеющий за судьбу каждого человека. В духе патриотизма он воспитал сыновей, также воспитывает и внуков, признается Патимат Кахаева. Считаю счастливым человеком за то, что у меня 4 сына, и всех мы определили, как могли, каждый угол сделали, где жить. И вот растут внуки, только внучки нет. И вот рада, Мария. За детей тоже мы рады, за мужа тоже я рада. Очень довольна своей жизнью. Мой дедушка полковник, я очень сильно горжусь ним. Я хочу стать таким же полковником, чтобы мой дедушка гордился мной и всеми внуками. Эти фотографии хранят в себе истории всей жизни полковника Кахаева, но есть еще одна архивная стопка грамоты и благодарностей, которые свидетельствуют о том, как он ответственно и добросовестно выполнял задачи на службе. А в завершение хочется добавить, что Кахаев с гордостью служил нашей Родине и продолжает делать это по сегодняшний день. И старается привить эту любовь подрастающему поколению. Асалудин Изединович, спасибо за службу, спасибо за работу, спасибо, что вы есть. Уважаемые телезрители, это все, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа Родине» и я ее автор и ведущая Сагибат Яхьяева. Благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. До новых встреч в эфире.